В округе прошел девятый этап спортивного проекта «Марафон у дома». Такие беговые тренировки проводят по достопримечательностям московского региона четвертый год. Теперь к зимнему кроссу присоединились и люберцы. Подробнее расскажем в сюжете. Утро, воскресенье. На центральной площади Наташинского парка многолюдно. Для этих людей спорт стал неотъемлемой частью жизни. «Марафон» объединил более ста профессиональных спортсменов и любителей из разных городов. Я приехал из Отрадного, москвич. Ребятам из «Люберис» решил помочь с организацией этого этапа. Вот сейчас уже буквально стартует наш первый этап. Бежим в самые быстрые группы, по 5.30, по снегу. В общем, будет весело. Три, два, один, на славу! Впереди еще два старта. С темпами бега 1 км за 6 минут и 1 км за 6,5. Марафонную дистанцию 42 км некоторым участникам предстояло преодолеть впервые. Очень интересно, как это будет происходить. Но смотря на какое количество народу здесь есть, я думаю, все пройдет замечательно. Посмотрим достопримечательности, побегаем по городу и просто получим большое удовольствие. Маршрут проходил через самые живописные места округа. Такие тренировки под открытым небом в регионе организуют и проводят беговые клубы. Мы взяли округ Люберцы. Наш беговой клуб разработал трек беговой. Соединил четыре парка. Это Наташинский парк, Центральный парк, Парк Лесная опушка и Парк сказок. И рядышком Парк Лапса еще будет. Ну, тогда пятый будет. Зима – это прекрасное время, когда можно хорошо побегать и насладиться природой, архитектурой города. Девятый, заключительный в этом сезоне этап марафона у дома объединил более ста участников. Кроссмены финишировали в парке Наташинские пруды. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.